Маша Волга занимается в студии фильммекеров. Новый кадр – второй год. Девятиклассница, признаётся, стала артистичной, уверенной в себе. «До того, как я сюда пришла, я была очень себе замкнута. Я не могла подойти к любому прохожему на улицу, спросить, как мне куда-нибудь пройти. Я была очень стеснительная. На сцене я вообще не могла стоять». На занятиях дети в возрасте от шести до шестнадцати лет осваивают искусство телеоператора и аниматора, режиссёра, журналиста и диктора. В прошлом году ребята решили отправить свою программу «Легко и быстро» на международный детский телевизионный фестиваль «Детятка». Смогли пройти отборочные туры, стали финалистами, вспоминает 14-летний ученик школы Даниил Валяев. «Мы поехали в лагерь «Солнышко», там проходил фестиваль «Детятка», там проходили разные мастер-классы. И мы участвовали в этих мастер-классах. И в самом начале фестиваля нам дали задание сделать отдельное видео на отдельную тему. И мы в празднике все дни, которые мы там находились, мы снимали видео на эту тему». «В этом году наши ребята готовятся принять участие в нескольких номинациях. Дети, которые второй год учатся, делают большую работу в номинацию про самоврядувание. Дети, которые первый год учатся, они покажут новостейную программу, которая называется «Сегодня в кадре». Они уже наснимали туда достаточно много сюжетов». Фестиваль «Детятка» в этом году исполняется девять лет, рассказывает его инициатор и глава Харьковского облсовета Сергей Чернов. На первом телевизионном турнире было всего около 80 участников из Украины и трех зарубежных государств. В этом году архкомитет уже получил около 600 работ из 80 стран мира. Самыми активными являются режиссеры из Индии, Ирана и Соединенных Штатов Америки. «Детятка» признан международной организацией детского телевидения, а в состав жюри входят именитые иностранные режиссеры. Также ежегодно в фестивале появляются новые номинации. «Начинали с трех номинаций, в этом году их будет 13. И среди новых номинаций, которые впервые будут оцениваться в жюри в 2017 году, это номинация музыкальных фильмов, видеоклипов, детских студий. И номинация повязана с экологической составляющей. И мы сегодня тоже попросили, чтобы наши дети, детские студии обратили на это внимание». «Детятка» – единственный в Украине бесплатный телевизионный фестиваль. Критерий отбора лучших работ – это профессионализм, креативная идея, ее реализация, а также высокий уровень актерской игры. «Традиционно лучшие работы, то, что касается больше киношной части, они показываются по кинотеатрам, по сети Кинолэнда идут. И то, что касается больше телевизионной части, показываем по телевидению. Ну и понятно, есть показы, то есть мы практиковали показы на улице, то есть кино под открытым небом. Возможно, в этом году будут еще другие локации, площадки». Победители фестиваля получат в подарок технику – фото и кинокамеры, телевизоры и ноутбуки. Также дети по приглашению Совета Европы могут попасть на экскурсии во французский город Страсбург, а лучшие участники становятся членами жюри подобных фестивалей в других странах мира.